приветствую всех вас мои дорогие друзья на просторах моего youtube канала крипто леди сегодня я подготовила для вас дайджест главных новостей которые произошли в прошлом месяце а именно вы узнаете как проходил арест павла дурова что известно о самом нашумевшем дропе под хамстер комбат и чем теперь займется seo binance после освобождения пожалуй самой нашумевшей новостью за сентябрь стал арест павла дурова во франции как известно дурова обвинили в том что он не оказался действия в расследовании преступлений внутри площадки telegram по правилам telegram площадка не может распространять информацию о личных данных своих пользователей этим и воспользовалась правительство франции взяв под стражу дурова как возможно соучастника по многим преступным статьям многие отреагировали на арест негативно с заявлением выступил даже илон маск также дурова поддержала правительство арабских эмиратов сейчас владелец telegram выпущен под залог до начала суда по некоторым данным ему грозит до 20 лет заключения сам telegram в свою очередь после этих событий опубликовал новость о том что данные пользователи не будут конфиденциальны в случае начала расследований внутри площадки вместе с дуровым также произошло освобождение seo binance из-под стражи спустя четыре месяца создатель binance чан пен чао был выпущен на свободу но с одним важным условием оно связано с тем что чан пен чао больше не сможет как-либо взаимодействовать со своей биржей до конца жизни на данный момент в распоряжении сези остался только один проект а именно траст валит вероятно теперь он серьезно займется его развитием внедряя новые дефи технологии и другие интересные функции кстати говоря о функционале и технологиях я бы также хотела поделиться с вами другим интересным кошельком он называется use gateway и отлично подойдет вам если вы хотите быстро и выгодно принимать крипто платежи для своего бизнеса теперь каждый владелец бизнеса может подключить кошелек в качестве дополнительного способа оплаты клиенты смогут оплачивать покупки в разных токенах включая bitcoin эфириум и из детей и многих других валютах из реализованных функций в кошельке доступны платежи и депозиты возможность создания форм оплаты на разных языках а также шлюзов для выставления расценок на свои услуги используя крипто шлюз вы можете самостоятельно устанавливать тарифы на обслуживание клиентов таким образом use gateway полностью подстраивается под ваш бизнес собирая пред небольшую комиссию за использование кошелька команда берет минимальную комиссию в размере 0,4 процента а взамен гарантирует стабильную работу и поддержку на всех этапах интеграции и взаимодействия с кошельком клиенты могут оплачивать услуги на удобном им языке и платить в любое время дня и ночи без проблем с доступом чтобы использовать кошелек вам не нужны никакие первоначальные депозиты подписки и же регулярные платежи все его функции доступны на полностью бесплатной основе а для начала работы с кошельком вам всего-то нужно перейти по моей ссылке из описания и нажать на кнопку логин регистрация займет не более 30 секунд также здесь отсутствует к его си верификации что как по мне очень удобно более того благодаря удобному интерфейсу разобраться в его функционале смогут даже новички поэтому обязательно переходите по ссылкам и самостоятельно изучайте все преимущества use gateway следующая же новость о которой также стоит поговорить связано с очередной крупной корпорации решивший окунуться в мир веб-3 этой корпорации стала компания sony по заявлениям руководства компании у sony был запланирован запуск собственного layer 2 блокчейна под названием sonyum блокчейн разрабатывается на базе сети оптимизм и кстати сейчас у него запущена фаза тест-нета вы можете принять в нем участие и самостоятельно изучить все особенности блокчейна также не исключено что sonyum раздаст ретро доп своим ранним пользователям поэтому рекомендую вам присмотреться к данному проекту еще один блокчейн который нельзя оставлять без внимания это zekosync наверняка каждый из вас слышал о нем и возможно кто-то даже проходил различные активности так вот после проведения неудачного дропа который получили далеко не все активность внутри сети начала стремительно падать по данным на начало сентября внутри блокчейна был совершен перевод только с одного кошелька что касается же пользователей и общего количества транзакций то их на данный момент также почти нет сейчас с уверенностью можно сказать что zekosync мертв окончательно а все из-за того что команда пренебрегла своим сообществом решив раздать им минимальные награды за работу внутри сети говоря об аир дропах конечно же стоит упомянуть и раздачи в сети тон из наиболее нашумевших стали раздачи от проектов dogs katizan и hamster combat в случае с первыми двумя проектами пользователи остались довольны получив достаточное количество токенов для продажи что же касается hamster combat в которой играли десятки миллионов человек по всему миру ситуация оказалась менее приятной среднем каждый участник получил токены на сумму около 4 долларов что неоправданно мало учитывая потраченное на игру время тем не менее тренд на кликеры все еще продолжается и впереди нас ждут многие другие раздачи которые возможно смогут дать более крупные награды чем hamster combat ну и последняя новость на сегодня это запуск довольно масштабного проекта в рамках экосистемы нот проект называется нот пиксел а его главная идея завязана на том чтобы пользователи оставляли свои пиксельные рисунки на огромном листе идея конечно не новая вы могли встречать что-то подобное и на других платформах например twitch однако в случае с нот каждый участник сможет получить награды виде реальных токенов поэтому есть смысл поучаствовать тем более что нот уже проводил раздачи ранее на которых многие смогли неплохо заработать что ж вот такие вот они новости сентября пишите в комментариях все то что думаете об этом ну а я как всегда благодарю вас за внимание прощаясь с вами до своего следующего ролика отличного всем дня удачи и пока пока